Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 15 марта. Сейчас как всегда уже по установленной у нас традиции я отвечу на некоторые вопросы, которые пришли на канал YouTube. Вот сегодня выложила несколько новых видеороликов. Это про агроткань, про пикировку перца. Сейчас почитаем комментарии. Но в основном, конечно, вопросы буду читать. Вот тут пишут, что снега у нас мало. Но у нас, когда я сегодня снимала про агроткань, да, на горе у нас здесь совсем нет снега. В низинах и за домом, конечно, сугробы еще огромные. Но сегодня же уже пришло смс-оповещение от МЧС. Идет снег, буран, метель, гололед. Так что все это еще у нас будет. Вот видите, в Ростовской области написано идет снег. К нам уже идет. Вот Наталья Петренко про этот спанбонд пишет, что землянику выращивает. Очень крупные, чистые, без болезней. Татьяна спрашивает, как проводится полив прямо по ткани. Ну, во-первых, ткань, она, конечно, все равно пропускает влажность, влагу. Когда дождь идет, конечно, все туда стекается. А я хожу с шлангом и в эти дырочки наливаю в каждую, в каждую, в каждую. Потом к концу лета мы еле-еле протянули вот этот туда капельный полив. Но мне кажется, его все равно мало. Я ходила с шлангом и в каждую, вот в луночку, в дырочку наливала много-много воды и делала редкий, но обильный полив. Так, вот Ольга Баженова пишет, я забыла, что такое прополки. Как только прогреется земля, эмультирую толстым слоем травы из-под газонокосилки. Знать бы еще, где покосить этой газонокосилкой. Мы вот в городе живем, у нас никакой травы вообще нет. Тут каждый метр-сантиметр учтен. Или огород под овощи, или выходишь, когда асфальт. Все. Так, пишут в Томске. Ну вот, снега много. Вот тут вопрос Елена Кочеткова задала. Оля, вы отверстие по две штуки сажали или по одному? Хочу в этом году коротышек посадить на оград ткань без подвязки. Вот смотрите, Лен, я высаживала в прошлом году по две штуки, но так как я сделала часто эти дырочки, в этом году я буду высаживать по одной штуке и тоже хочу без подвязки. Вот как раз я показывала этот видеоролик, снимала, потому что у меня спросили про монгольского карлика. Там один человек хочет постелить вот такую ткань, высадить монгольского карлика, потому что он же все-таки на земле лежит, чтобы он был чистый. И я хочу нынче тоже под монгольского карлика постелить, потому что в прошлом году у меня много монгольских карликов сожрали слизней. А вот в этом месте, где я оград тканью закрыла, тут помидоры почему-то слизней не ели. Возможно, потому что проход туда, внутрь земли, все-таки закрыт, и их здесь почему-то не было. Ну не знаю, может потому что здесь сухо, возвышенность. Но там, где были монгольские карлики, там слизней было много, вот обгрызли и перцы, и монгольских карликов. Карлики очень пострадали от слизней в том году. Ну вот Ксюта Николаевна пишет, ткань хороший выбор. Пробовала на грядке с томатом, понравилось, на зиму убирала. И вот хочу попробовать на других культурах. Единственный минус, под ними бегают все, кому не лень, мыши, ящерицы. Но у нас ящериц вообще нет, я даже ни разу в жизни не видела ящерицу в огороде. Ну возможно, потому что у нас городская такая территория, мы очень далеко от полей, от лесов. Мышей тоже не видела в Казани. Снега по пояс. Так. Вот Людмила Дорофеева вот про сегодняшний обзор в теплице пишет, это же сколько труда, молодец. В этом году у меня мало, потому что я убавила. В прошлом году в это время было 120 лотков, а нынче 27. Потому что в том году продажная рассада не позволила мне свое вовремя высадить. Я ее очень резко обрезала и убавила. Обычно в это время у меня уже перца продажного было много. Нынче решила на свой огород больше сделать упор. Так, это про бурную кислоту. Вот пишет Доржиева. При какой ночной температуре вас рассаду выдущите в теплицу? Теплица у вас отапливаемая. Я уже говорила не раз и повторяю каждый день. Теплица не отапливаемая. И сейчас я ее выношу просто на день, а оставляю только тогда, когда будет плюсовая температура, чтобы ночная, естественно, чтобы не меньше минус 10 было. И вот когда мы ее оставляем, это будет только в апреле. Там на случай, когда холодная ночь, мы включаем там обогреватель иногда. Потому что ее становится уже к этому времени столько, что ее все не перетаскаешь. Это сейчас она половина не распекированная. У меня всего 20 с чем-то ящичков. А потом их будет и 70, и 80, и может 100. Потому что все пока распекируешь. Если по стаканам они расползутся по всей теплице, занести домой их будет невозможно. Ну вот Ольга Гранг пишет золотые слова, что на наших огородах растет все за счет наших потов, мозолей на руках, еще больных коленей и спины. Если у вас этих признаков нет, значит на участке вы загораете. Ну это да, я с этим согласна. Конечно, и убиваться сильно неохота, но не получается. Встанешь вроде утром, но уже никакого плана нет, ничего не хочешь делать. Вышла в огород. Ну вот наклонюсь, вот эту травиночку вырву. Наклонился и все. Разогнешь уже через 2 часа, то эту травиночку увидишь, то другую, то третью, как вот в лесу за грибами. Все дальше, дальше тебя заманивает. То одно дело, то другое. То веревочку подвязать, то пасынок отщепнуть, то где-то тут взрыхлить, то тут немножко капнуть. Воды засохло и понеслось. Да, а потом спинка болит. Так пишет Елена Верткова. Вот постоянная зрительница наша. Ольга, такая теплица придомовая, это теперь моя мечта. Какая радостная у вас рассада. Как ей там хорошо. Это правда. Мне кажется, я вот уже писала, что у нее выражение лица прям меняется. Вот выражение листа. Такие листья веселенькие, она зелененькая. Посмотришь на нее, и у самой душа радуется. Она веселая, и я веселая. Вот веселимся, ходим друг вокруг друга. Так, какая красота. Пишет Вика Гольцекер. Завела ежедневник толстый, сижу, пишу. Пока все получается. И перцы, и петуни, и баклажаны, даже и остома видна. Уже исписала половину ежедневника, повезу с собой. Я тоже все раньше в молодости писала. И садовые советы, и рецепты. Потом уже всему научишься иногда. И забудешь, что ты откроешь ежедневник. Как хорошо, что записано. Пишет вот Елена же опять. Правильно, Ольга, где родился, там пригодился. У меня мама тоже так говорила. В этом году сердце буйвола посадила в теплице и на улице. Экспериментировала. В теплице выросло дерево почти без плодов. А на улице вызрели и вкусные были крупные. Но я вот про эти тоже решила, которые написаны для открытого грунта. Лучше не высаживать их больше в теплицу, раз у них есть другие достоинства. Что они выносливые, к длительным понижениям температур. Пусть они служат с этой стороны. Будем высаживать их на улице, раз они приспособлены к этому. И они в любое холодное лето дают стабильный урожай. Вот опять про листья. Вот только что было. А когда листья желтеют или белеют? Вот я советовала смотреть таблицу. В таблице написано обычная. Желтизна листьев показывает, что растениям не хватает азота. Но там много всяких причин. Я хочу завтра все-таки открыть эту таблицу и показать вам, как я по ней где смотрю. Еще желтение и беление листьев, это не только от недостатка азота, там еще про освещение. Завтра на эту тему поговорим подробнее, потому что сейчас, если все эти признаки рассказывать, много времени уйдет. Но обычно желтизна, это недостаток азота. Чаще всего стоят как солдатики, постойки смирно тут спрашивают, спите когда Ольга. Ой, правда, вчера в час уснулась, сегодня в 6 стало 5 часов. Но сейчас лягу, буду спать. Так вот, опять про этот грунт, про пикировку пишут. Плотноват у вас грунт. Я так и знала, что кто-нибудь напишет. Не хотите разбавить его вермикулитом и кокосовым брикетом? Нет, не хочу. Вот даже нет желания. Принципиально я ничего покупного не добавляю. Специально, как удорожание делать вот это всего огородного хозяйства и своей продукции не хочу. Никогда у нас раньше не было ни кокосовых брикетов, ни вермикулита. Всю жизнь без него обходились. Я думаю, что обойдусь я и без него до конца жизни. Не хочу. Это не значит, что я отвергаю какие-то цивилизованные методы. Но кто хочет, пусть добавляет. У меня просто такой большой объем этих лотков, рассады. Если добавлять кокосовый брикет везде, это золотые выйдут овощи. Не хочу я. Вот подскажите, как полить, а не перелить в кассетах? Какой срок? Какая дозировка? Это про питуньки. Если земля сверху уже подсохла. Я завтра постараюсь показать, как я поливаю. Да, вот первое время в кассетах, когда они совсем маленькие, это сложно поливать. Потом уже попроще, потом не надо с ними уже церемониться. Я прям сверху излейки поливаю, когда хотя бы 2-3 листа. Буду завтра показывать. Тут на двух словах не объяснишь, тут надо все смотреть. Пишут вот про эти, про холодостойки. Но можно же их посадить семенами в теплице. Да, я вот высаживала прямым посевом грунт. Буду в этом году делать небольшой участок. Я тоже посажу, вот таким, как считается. Ну, без применения домашних лотков, прям в теплице, в холодной, выращивать рассаду томатов. А вот интересно, я прочитала, первый раз слышу, Валентина Орлова. Поглаживание – это метод действенный. В Турции в теплицах есть специальные меха для поглаживания рассады. Я когда начала читать, почему-то мне показалось, в Турции есть специальные, думала, мальчики там бегают и поглаживают рассаду. Оказывается, какие-то меха поглаживают рассаду в Турции. Первый раз об этом слышу, но вот говорят, век живет, век учись. Вот этот метод, который я сначала, так сказала, что это медитация, там колдовство какое-то, оказывается в производственных масштабах. Кто-то гладит рассаду. Я сегодня погладила свою. Ну, вот опять пишут, не рановато в январе. Ну, кому как? Кому рано, нам не рано. Так, вот про всхожесть, про плохую. Вот пишет Светлана Волк. Вчера купила от Сибирского сада томат Настена, но гибридный сорт. Не сорт, это разные томаты. Но у меня Настенька, и у меня именно сорт, а не гибрид. Вот в Новосибирске появилась в продаже Настенька. Я не знаю, почему сорт такой хороший, почему в многих городах пишут, что даже не могут его купить, нет в магазинах. Вообще прекрасный. Вот Юрий Матошин опять про эти, про снежные, со снежными названиями пишет, что в 2018 году поэкспериментировал с томатами Столыпина Телица. Плодоношение обильное, завязи гроздями, но, как вы и сказали, плоды мелкие. Результат получше, но не так, как в описании сорта. Семена брать тоже он не стал. Ну, вот, значит, все-таки вот эти вот, которые уличные томаты со снежными названиями, которые должны расти у нас под снегом, именно прям в холодных условиях, не надо их лучше загонять в теплицы, в жаркие, им там не нравится. Вот многие уже пишут, что у них там мельчают плоды, они, наверное, там себя некомфортно чувствуют. Так. Вот пишет Оля, я не поняла вопрос, сейчас спрошу. Будьте добры, ответьте для особо одаренных. Пять дней назад распекировала перцы. Судя по вашему видео, я сделала неправильно. Можно сейчас еще раз сделать пекировку, только как вы показали. Но как вы, я не поняла, во-первых, что вы сделали неправильно, и как вы снова будете вытаскивать их из земли, если вы пять дней назад распекировали, они у вас, наверное, уже как немножко сцепились с грунтом. Вы под этим же видео, если найдете, вот мой ответ, вы напишите, что вы сделали неправильно. Возможно, ничего не надо уже делать, как вы недостаточно заглубили, или не отщепнули корешок. Это ничего страшного, если вы сделали немного не так, а по-своему. Не знаю, мне кажется, пусть они растут. Еще раз их вытряхивать, я не думаю, что это хороший вариант. Ну, смотря что, вы сделали неправильно, не поняла вот я. Так, вот Елена Машенькина пишет, что каждое утро жду ваших уроков. Сама учитель на пенсии отмечает, что очень доступна и по теме. Я мечтала всю жизнь быть учителем, не пришлось. Тут про перец, который вот без названия. Вот Юля Сазонова, ответ еще на последнем, потому что времени уже много. Как вы про Ольгу? У начинающих садоводов, наверное, голова кругом. Вчера посмотрела нескольких блогеров, так там в грунт по 5-6 компонентов из цветных баночек и мешочков добавляют. Говорят, что только так вырастет хорошая лосада. Я ей отвечаю, что Юля, скорее всего, они врут. Ну, честно, врут. Все растет и без добавок, как и много лет назад. Елена Верткова отвечает рекламой. И Юля Сазонова пишет, что я мешаю свою землю пополам с покупной, иногда добавляю перлит, так как тяжеловатая своя, поливая фитоспорином. Вот про золу забыла в этом году в городе, где взять, поищу в магазинах, если что, полью фосфоросодержащим. Да, вот про эти добавки. Сейчас вот это, большинство из этих советов, это, конечно, маркетинговый ход. ну, конечно, как вам сказать, не хочется ничего плохого говорить в сторону других блогеров, но у большинства блогеров за плечами стоит, всегда расположен свой интернет-магазин. Они вот сначала посоветуют сделать то-то, то-то, а потом тут же предлагают этот товар купить у себя. Это, ну как, люди зарабатывают деньги, это тоже неплохо, у всех дети, кормить всех надо. Но вот среди этого вот множества советов нужно, конечно, выбирать то, что действительно нужно, то, что действительно совет, а что просто действительно торговая реклама. Я не думаю, что в землю нужно добавлять 5-6 компонентов. Всю жизнь, если земля хорошая, чистая, главное, чтобы была она биологически не опасная, чтобы не было патогенной микрофлоры, а остальное больше. Даже вот и кокосовый субстракт, вот этот фибрикет, некоторым нравится хорошо и вермикулит, но можно и без них. Вы понимаете, что если в деревне живет какая-то там женщина-пенсионерка, которая получает 9-10 тысяч, ну какие ей кокосовые субстракты, какие ей вермикулиты, набрала в таз земли, посеяла, посадила, и у нее все вырастет. Что вы думаете, что без этих добавок люди не выращивают, не получают больших урожаев? Получают, конечно, и наши мамы, и наши бабушки без всяких добавок выращивали, и было еще ого-го, какой урожай. Так что, если у вас нет такого материального благополучия, изобильного, на последние деньги, не покупайте эти добавки, все растет. И так самое главное, чтобы земля была безопасна, чтобы там не было вот этих остатков заболеваний, а остальное все, ваша любовь и уход помогут растениям вырасти в любых условиях. Земля, она не должна быть такая, как, ну как пишут, что, вот она должна быть мягкая, как пух, она должна быть, да, она должна быть рассыпчатая, да, она должна быть такая воздухонепроницаемая, но ей не красота, не вот эта пушистость, это необязательный компонент, и ничего можно туда не добавлять. Все, до свидания, я желаю вам, чтобы у вас все в любой земле росло, чтобы палку воткнули, как говорят, вилы воткнешь, они зацвели, чтобы все у нас цвело, сейчас весна, прекрасное настроение, если нет денег, можно выращивать простой землей, три круга лишних дадите вокруг растения, оно вас все равно отблагодарит за вашу любовь, за вашу заботу. Все, желаю всем успеха. Субтитры создавал DimaTorzok